Режим самоизоляции и удаленной работы сегодня выбирают все больше серпуховичей. Это время стараются использовать максимально эффективно. Проводить его с детьми, заниматься делами, которые раньше не успевали сделать. Готовим все к дачному сезону, выращиваем рассаду. На это сейчас есть время. За рассадой ухаживают все семьей. У Марии Емулдиновой двое дочерей. Старшая Антонина сейчас на каникулах. Младшую Любочку в детский сад тоже решили не водить. Чтобы присматривать за детьми, их мама ушла на удаленный режим работы. Я работаю бухгалтером. Попросила своего руководителя об удаленной работе, потому что приходится сидеть с детьми. Он отнес все положительно, разрешил. Сейчас есть много сервисов, которые позволяют это делать. Конечно, совмещать работу дома и уход за детьми немножко сложно, но мы как-то стараемся выстраивать наше время. Они тоже по вниманиям относятся, что маме нужно поработать какое-то время. Они могут позаниматься сами вдвоем. У Марии много хобби. Она любит шить, готовить. На это теперь тоже появилось время. Маленькими женскими секретами делятся с дочками. Тони, как и ее маме, нравится прикладное творчество. Люба не отстает, помогает на кухне. Надо вот так, смотри. И пилим, пилим, пилим. Держи его маленький. Секции и кружки сейчас не работают, но ведь заниматься можно и дома. В квартире Емулдиновых есть спортивный уголок. Девчонки здесь с удовольствием тренируются. А еще устраивают маленькие домашние концерты. Смотрят мультики, занимаются рукоделием, играют. У мамы появилось время на дела, которые до этого все время откладывала. Разобрать балкон, вымыть окна, наконец. Потому что пришла весна, уже готовиться к дачному сезону. Много есть дел, которые хочется. И есть теперь время сделать. На улицу выходят только по необходимости. Например, в магазин или на короткую прогулку в бару. С друзьями пока общаются только по телефону и в социальных сетях. Там же, кстати, сейчас можно посмотреть всевозможные онлайн-мастер-классы, лекции. Уверены, такие ограничительные меры сейчас необходимы. Ведь главное – сохранить свое здоровье. Продолжение следует...